Здравствуйте! В студии ведущая программы «Большой мяч» Юлия Погасян. Рядом со мной президент мотобольной команды «Металлург Видное» Валерий Георгиевич Нефантьев. Валерий Георгиевич, здравствуйте! Добрый день, уважаемые болельщики! Сегодня мы разберем игру команды «Металлург» и команды «Колос», которая состоялась в Эпатере Ставропольского края 3 сентября, и она была уже в рамках плей-офф. «Металлург» с какими шансами входил? По двухкруговому турниру заняли первое место и вошли с тремя очками, с тремя льготными очками. Те очки, которые мы завоевали, их было около 28 очков, они все аннулируются. И входим, первое место входит с тремя очками, второе с двумя очками, третье с одним очком, четвертое с нолем. И проводят четыре финальных турнира в разных городах, по занятым местам. И они между собой в каждом городе проводят каждую финальную игру. И вот в этих четырех турнирах определяется уже чемпион России 22-го года. Это вот мы сегодня разбираем первую игру, первого финального этапа чемпионата России 22-го года. Вы готовы? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне кажется, Семенов здесь уже был готов к этим поворотам крошки, комбинациям, домашним заготовочкам. Пора поража уже. Леха Алексеев очень грамотный и опытный вратарь, поэтому, конечно, он уже знает. Вы проанализировали игру 30-го. Вроде как должны были к этой подойти более осознанно. Ну вот, посмотрим, что получится после анализа. Вот переход в центр, он переходит обязательно с пасом. Это Никита Марков. В спокойной ситуации теряет мяч. Господи, ну, недопустимо вот такие делать. Оплошности, да, такие? Конечно. Банальные. Вот сейчас Марков перехватил, вот, пожалуйста. Уже, видишь, уже, видимо, в голове отложилось, что сейчас будет розыгрыш. И он буквально два метра проехал и перехватил пас. В той игре два таких забитых были. Надо всегда быть готовым. В любом случае, от свистка до свистка, как говорят, пока судья не свистнет, надо играть. Вот отлично тоже, видите, здесь работали. Крошка пролез практически к вратарской линии и нанес удар. Ну, хорошо, Семенов был на месте. А так опять не сработало. Ну, вот. А тут сработало. Да, тут Алексей не сработал и защита морганула. Да, мне кажется, Алексей тут был в шоке, конечно. Замер на месте. Я слышала, еще в этот день было очень-очень жарко. Да, 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 там больше 30 градусов. Да, чуть ли там около 40, да. Ну, тоже, это вот сейчас, конечно, это уже грубая игра. Это Руслан Теряев, Антона Гусева очень грубо встретил. Можно было, в принципе, даже… А, он пенальти, по-моему, ставит. За это пенальти, все правильно. Но, к сожалению, сейчас Касьянов не забьет это пенальти. Тоже недопустимо. Вот, чего ты споришь с судьей, скажи? Ну, что? О, судья своего решения не отменит. Вот здесь, вот опять наши, Марков должен подъехать, вот тоже. Пожалуйста, вот явно надо было реализовать, пенальти надо реализовывать. Касьянов, к сожалению, пробил мимо ворот. Мимо. Сейчас бы мог счет быть 1-1. Это бы уже совершенно другая психологический настрой команды. А когда не реализуют пенальти, это, конечно, влияет на психику спортсмена. Хотя Касьянов, я так понимаю, отличается в хорошем плане. Вот опять Касьянов, вот опять, ну… Тем, что, вот, помните, он на кубке решающий какой он… Пенальти забил, победный гол. Ну, госпожа удача. Опять. Розыгрыш, Иван Кишкопа. Да, проскать. Ну, вот, это Касьянов опять не успел. Хороший был пас, Касьянов, по-видимому, не ожидал, не успел завершить. Даже по мячу не попал. Это о чем говорит, что не хватает все-таки мастерства. Не хватает, явно. Ну, учитывая вот эти ошибки, будем над этим работать. Ошибки можно исправлять, на то не ошибки, чтобы их исправлять. Иван Кишкопа забивает. Вот, Иван молодец. Вот у него есть чувство на гол. Он понял. Молодушка здесь, как будто бы сам позволил мячу. Иван так пробил, что невозможно было не постучаться в дверь. Немножко защита пропустила Ивана очень близко, практически к Вратацке пропустила защита. Колоса не сработала. Хотя у них защита, я считаю, на сегодняшний день одна из лучших. Они очень жесткие в защите. Особенно Аблапа отличается этим. Он очень жестко всегда встречает. Вот у них Сергей Крошка постоянно солирует, постоянно солирует. Ну, и он, дело в том, что на него работает, и он реализует это преимущество свое. Когда вся команда на тебя работает, конечно. А как долго может один игрок находиться с мячом на поле? Есть какой-то регламент в этом отношении? Стараемся ограничить. Сейчас гораздо меньше стало. Мы ввели в правила, не мы, а международное правило. Ввели, что игрок один, владеющий мячом, он должен обязательно сделать атаку. Если он минуту вводит, минуту вводит, и не производит атаку. Судья должен показать ему на часы и через 10 секунд остановить игру. Опять, пожалуйста, кто стоял? Вот опять перехватили, опять не смогли нейтрализовать этот розыгрыш. С наших розыгрышей нам забивает. Вот опять провал сильный. Провал сильный, вышли на одного защитника. А где трое? Марков был на месте, а еще трое где были? А трое были. Пытались, наверное, мяч это брать, да? Опять недооценка. Слабое чтение игры. Да, и тем временем уже 2-1. Нет, ну, даже, я говорю, у такой опытной команды, как «Металлург», все равно, конечно, существуют и ошибки, и недочеты. Вот Антон молодец, реализовал. Реализовал пас, Крештопа дал ему пас. Игра интересная, игра интересная, что говорить. Непредсказуемая. Равные команды, равные команды, вот. Пожалуйста. Да, Аблаб редко забивает, Аблаб даже забил. Поэтому не значит кого ожидать. Это тоже здорово, когда забивает вся команда. Когда один забивает, уже ясно. Когда забивает любое, от любого можно ждать удара по воротам. И поэтому с этой командой сложнее гораздо играть. Разгоняется, удар, пас, пас. Вот Иванов удар не получился. Ну, явно, явно вот сейчас тоже. Не видно, да. Явно, пожалуйста, зовей. Удар не получился. Не получился, потому что раньше поехал. Он уже практически проезжал, проезжал. И поэтому удар не получился, потому что он был из-под себя уже производил удар. Защита у нас хромает, конечно. Защита в этой игре хромает явно. Это беда. Это беда. Беда, да беда поправимая. А надо только увеличить количество тренировок и обратить внимание на такие моменты. На игру в защите и на домашние заготовки, на статической комбинации. То есть знаем, над чем работать, будем работать. Ну, красиво, да, сейчас, по-моему, было? Антон красиво пробил издалека, да. Ну, и молодушка на месте. Такие молодушки сложно забивать. Он прекрасно знает особенности удара и Гусева, и Крештопа. То есть он думающий, читающий вратарь. Естественно, он делает так, что вовремя, на полшага в сторону, и он нейтрализует любой удар. Турнирное положение обостряется. Вот сейчас мы имеем, до этой игры мы имели три очка в запасе. Преимущество, да? Преимущество в три очка. Если мы эту игру проигрываем, уже будет одно очко. И поэтому... А почему одну игру проигрываем, а сразу сокращается на два? За выигрыш дается два очка. Ага. Поэтому после этой игры, в случае проигрыша, у нас будет в запасе одно очко. Еще останется три турнира. Поэтому все, конечно, еще исправимо, но тем не менее... Просто осложняем себе обстановку. Ну, опять провал. Одиннадцатый, это кто? Ничего, Никита Марков. Но Марков, он достаточно же у нас почитается молодым игроком, да? Да, конечно, конечно. Можно говорить о том, что один из лучших, да? Ну, из молодежи, да, вот он вошел, он прошел всю школу металлурга, он пришел где-то в 10 лет, и вот прошел все этапы подготовки, все этапы подготовки прошел, то есть играл за юношую команду, за юниорскую команду, и сейчас играет в основном составе. Нет защиты, нет защиты, нет защиты. И, к сожалению, в этой игре защита очень слабо себя проявляет. Марков-то все время на месте, значит, Иван не возвращается, видимо. На последних минутах решались судьбы счета, но не в этот раз. Видимо, родное поле Колосу помогло. В той игре удача была на нашей стороне, а в этой игре, видимо, они свечку поставили, осветили поле, и мячей не дали металлургу уйти в отрыв. 3-2 закончилась эта игра в пользу Колоса. Это, значит, закончилась первая игра трех финальных турниров. Но металлург, к сожалению, проиграл. Я говорю, мы вошли в этот финальный турнир с тремя льготными очками. Кола зашел с двумя, агрокомплекс с одним, и комета Кущевская с налем очков. Вот сейчас Колос сократил, то есть сейчас у нас разрыв с Колосом всего 1 очко. В чью пользу? В металлургу. В металлургу. 1 очко мы еще имеем в запасе, и впереди еще 3 турнира. Да, но впереди... Один будет, один в «Видном» будет. Да, но впереди вот как раз игра, которую мы рассмотрим в следующий раз, в следующей передаче, она была 9 сентября. Да, в станице Кирпильска, Казангарского края. Да. И, собственно, можно говорить о том, что вот именно эта игра была решающей. Да не можно, так и должно быть. Если бы мы там выиграли, то тогда бы в «Видном» 16 сентября уже бы действительно было решающее за звание чемпиона. А если мы в Кирпильске проигрываем, значит, практически в «Видном» даже если Колос проиграет, он будет чемпионом. То есть вот 9 сентября в станице Кирпильска будет решаться звание чемпиона России 2022 года. Ну, тем не менее, мы знаем финал и результат, но нашим зрителям будет очень, я думаю, полезно посмотреть ту самую решающую, судьбоносную игру 9 сентября. И ее мы будем с Валерием Верочем разбирать в следующий раз в следующем выпуске программы «Большой мяч». Мы прощаемся с вами. Следите за новостями и анонсами. Спасибо, да. До следующей встречи.